Привет всем! Вы на канале Оружейный Барон. Меня зовут Андрей Шелестов. И это рубрика «История гражданского оружия». Сегодня мы решили немного поменять наш формат. Он будет посвящен не одной конкретной модели, а нескольким и совершенно разным. Тему нам подсказал один из зрителей на YouTube. В комментариях под роликом про Сайгу он задал вопрос, что за револьвер у Леонида Ильича Брежнева на фотографии. Ни для кого не секрет, что во времена СССР отношение к охоте было иным, чем сейчас. Первые лица государства были заядлыми охотниками, и мы решили посмотреть, каким гражданским оружием они владели. Этот выпуск так и назвали «Оружие вождей». Хроника 1927 года. Называется она «По ленинским местам». Отдельным заголовком вынесены места охоты Владимира Ильича. Перед нами открываются картины сибирских просторов. Это окрестности села Шушенского. Здесь Ленин отбывал ссылку. Именно здесь он и пристрастился к охоте. Это сейчас самый популярный образ Ильича. С бревном и на субботнике. А в советские годы был не менее популярен. С двустволкой и на охоте. Первым ружьем вождя мировой революции была «Берданка», купленная в Красноярске за 8 рублей. В скорости она сломалась, и Владимир Ильич через своего брата выписал из Москвы модель посерьезней. В 1860 году в Старогазетном переулке Москвы открылся оружейный магазин, принадлежавший немцу Ивану Ивановичу Шенбрунеру. Он стал одним из крупнейших в столице. Именно там и заказал двустволку Владимир Ильич. В своем письме к брату Дмитрию он просит купить ружье вот по этому рекламному каталогу. Присматривается Ленин к недорогим моделям. Сначала за 45-55 рублей, а потом и вовсе за 35. Из письма к Дмитрию Ульянову. «Коли бьет хорошо и вообще надежное ружье, то и это ладно. Я за отделкой совсем не гонюсь. 12-й калибр великоват, пожалуй, 16-й лучше. Будет ли годен чехол от одностволки? Впрочем, дешевле, я думаю, будет сшить здесь, а в магазинах лупят больно дорого». В конце 19 века продажа гражданского огнестрельного оружия в Российской империи не была жестко регламентирована. В некоторых губерниях достаточно было одного письменного прошения. Что удивительно, шушенское начальство относилось к Ленину благосклонно и не запрещало пользоваться охотничьим ружьем. И удивительно вдвойне, что ружье доставили из Москвы в Сибирь по почте на имя тещи Елизаветы Васильевны. Остановился Ленин вот на этой модели 12-го калибра, производства бельгийской фабрики «Огюст Франкот». Оригинал давно утерян, но в Шушенском музее находится идентичный экземпляр, который был изготовлен чуть позже. По словам Крупской, Владимир Ильич был страстным охотником и даже специально завел себе штаны из чертовой кожи. Так раньше называли «молескин» — толстую ткань с начесом внутри. Из воспоминаний Надежды Константиновны Крупской. Горячился очень. Осенью идем по далеким просекам. Владимир Ильич говорит. Знаешь, если заяц встретится, не буду стрелять. Ремня не взял, неудобно будет нести. Выбегает заяц, Владимир Ильич палит. На этих архивных кадрах шушенский крестьянин Иван Ермолаев по местному прозвищу Сосипаточ. Именно с ним Владимир Ильич и похаживал по сибирским просторам. Как полагают историки, целенаправленно укреплял свое тело и здоровье перед будущей революционной борьбой. Любовь к охоте Ленин пронесет до конца жизни. В музее в горках можно увидеть еще одну двустволку «Дифурни Северин», с которой Ульянов охотился на зайцев в Подмосковье. Наверное, неправильно говорить, что у вождя пролетариата не было отечественного оружия. За несколько месяцев до смерти, в апреле 1923-го, тульские оружейники прислали в подарок Ленину двустволку, изготовленную специально для него. По тем временам элитный экземпляр, содержащий орнамент, гравировку и чеканку. Но с этим оружием Владимир Ильич уже не успел сходить на охоту. Это 17-й съезд депутатов Компартии в 1934 году. Закончилась первая пятилетка, в ходе которой были созданы более полутора тысяч новых предприятий тяжелой индустрии и заложены тысячи других. В качестве успехов индустриализации тульские оружейники преподнесли Сталину самовар, гармошку и знаменитую мосинку. Генсек тут же решил проверить точность снайперского прицела, направив оружие прямо в зал. Кадры получились не просто зловещими, а еще и пророческими. Позже этот съезд назовут «Съездом расстрелянных». А эта фотография со снайперской винтовкой — пожалуй, самое известное изображение Сталина с оружием. Фотографии Иосифа Виссарионовича именно с охотничьим оружием практически нет. Разве что вот эти кадры с так называемого «Кавказского сафари» в 1933 году. Охоту для генсеков компании с Буденным и Ворошиловым организовал председатель Совнаркома и ЦИК Абхазии Нестор Лакоба. Его родственники потом вспоминали, что птицу стреляли, не выходя из-за открытого Роллс-Ройса. «Из записей Мусто Джихашвили. За три дня добыли больше трехсот птиц», — отмечал Лакоба в дневнике. «Если по дороге не встречалась дичь, выходили из машины и углублялись в долину. Рядом со Сталином всегда находилось несколько охранников. Вождь стрелял очень хорошо». Известно, что в собственности Иосифа Виссарионовича точно был немецкий «Зауэр» и американский «Винчестер». Получил Сталин в подарок и двустволку от советских мастеров. Причем изготовили ее за рекордные сроки, да еще и в военное время. В начале 1944 года на Тульском оружейном заводе была создана специальная группа по выпуску охотничьих ружей, возглавил которую начальник производства Сурен Вартазарян. Одной из первых моделей стала бескурковка 20-го калибра. Вот так об этом писал сам товарищ Вартазарян. «Особенно следует отметить выпуск одного специального бескуркового ружья 20-го калибра, который отличается от всех ранее выпущенных тончайшей художественной отделкой, кучностью боя и безукоризненностью работы ударного и запирающего механизмов». Еще бы! Ведь ружье готовили специально для отца народов, товарища Сталина. Вручить двустволку предстояло 23 февраля 44-го, на годовщину Дня Красной Армии, а группа была создана только 29-го января. Учитывая сжатые сроки и уровень художественной отделки, тульские мастера скорее всего пользовались уже готовым экземпляром, который доводили до идеала. Мало того, параллельно делали сразу две модели, над оформлением которых трудились три художника — Глаголев, Макеев, Архипов. И сразу четыре гравера — Почукаев, Никольский, Федосиев и девушка — Мария Шишова. В результате для презента Иосифу Виссарионовичу был выбран этот экземпляр. На этой фотографии Сурен Вартазарян осматривает ружье перед отправкой в Москву. Это спецкомиссия по приемке. В нее также вошли представитель ОТК Кураков и замдиректора завода по кадрам, старший лейтенант госбезопасности товарищ Лаврухин. Сохранился даже акт контрольного отстрела ружья. В нем сказано, что оружие было системой Вестлей-Ричардс. Это так называемая модель «З» или более дорогое охотничье оружие. Испытывали образец патроном с усиленной навеской пороха в 2,5 грамма. Дроби под номером 6 положили 25 граммов. На мишенях видна осыпь из обеих стволов. Левая — более кучная, значит, модель была оснащена одним чоком только в левом стволе. Никита Сергеевич Хрущев посетил знаменитый Тульский оружейный завод, одно из старейших предприятий страны. Он беседовал с рабочими и специалистами, интересовался условиями их труда и быта. 16 февраля 1959 года в Тулу прибыл первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Еще на вокзале его ждала делегация «ТОЗа», которая вручила гостю подарок от тульских оружейников — ружье МЦ-11. Эта модель была разработана еще в 52-м году конструкторами Скворцовым и Погожиным под руководством Ивана Михалева. За весь период было сделано всего 613 таких ружей. Ими снабжались спортсмены исключительно уровня сборной команды страны. Часть приобреталась охотниками-любителями, были также и штучные экземпляры, вот как этот. Его специально подогнали под хозяина. Длина от первого спускового крючка до пятки ложи была всего 34 сантиметра, чтобы Хрущеву с его ростом — метр шестьдесят — было удобно пользоваться оружием. В 1991 году это ружье за номером 56-74 всплыло на аукционе «Сотбис» в Женеве. Вот, пожалуй, все, что известно о личном оружии Никиты Сергеевича. Хотя охота была его страстью. Охота на лося требует серьезной подготовки, строгого соблюдения правил и, конечно, умения. Никита Сергеевич был настоящий охотник, правдошный, как называли его егеря. Стрелял он отлично. А на даче в Огареве даже был тир, в котором он вместе с охраной тренировался в стрельбе по тарелочкам. Зимой рано темнеет. Стрелять по бегущему зверю трудно. Для ночной охоты неплохо. И хозяева и гости оказались с меткими стрелками. Можно поздравить с удачей. При Никите Сергеевиче появилась практика приглашать на охоту гостей из иностранных государств и как бы между делом решать рабочие вопросы. Этот же метод взял на вооружение и следующий генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев. Конечно, деятельность такого масштаба оставляет человеку мало свободного времени. В такие часы его тянет к природе. Я люблю охоту с юных лет и не бросаю этого спорта. И теперь, когда есть возможность, то я считаю лучшим отдыхом для себя побыть в лесу или на реке, пострелять. Это доставляет мне и удовольствие, и служит хорошим отдыхом. Количество охотничьих ружей Леонида Ильича Брежнева может соперничать только с количеством его наград. Заместитель начальника охраны вспоминал, что на даче генсека в Заречье хранилось 90 нарезных и гладкоствольных образцов. Брежнев был ценителем оружия, и его генеральному секретарю дарили часто. Например, Михаил Шолохов презентовал на 60-летие американский винчестер. Было в коллекции Брежнева оружие со всего мира. Что-то Леонид Ильич отдавал в пользование ближайшему кругу, а с любимыми образцами охотился сам. На уток, например, ходил с итальянским гладкоствольным полуавтоматом «Косми». Генсек настолько прикипел к нему, что когда сломалась шейка ложи, отдал на ремонт втулу, где ружью сделали новый приклад. Тульского оружия в арсенале Брежнева тоже было много. На фотографиях можно рассмотреть МЦ-109. В данном случае это модификация с двумя нарезными стволами 7,62. Любил Брежнев использовать двустволку, которая была специально спроектирована для него тульскими оружейниками. Это штуцер МЦ-109. На нем стоял девятикратный оптический прицел и было два нарезных ствола под патрон калибра 9 на 53 миллиметра. На этой же фотографии можно заметить нехарактерную деталь. На поясе генсека расположен револьвер. The Rifleman Starring Chuck Connors 1973 год. Леонид Ильич Брижнев находится с официальным визитом в Америке. Каким-то образом президенту Никсону стало известно о симпатиях советского генсека к творчеству американского актера Чака Коннорса, звезды сериала-вестерна под названием «Стрелок». Поговаривают, что Брижнев был неравнодушен именно к этому киножанру. Американцы даже отдельно запланировали встречу генсека и Коннорса. На ней Леонид Ильич заявил, что он самый преданный поклонник таланта актера в СССР. А тот в ответ подарил два охолощенных револьвера «Кольт Миротворец», с которыми играл в кино. Брижнев был в восторге. Уже в аэропорту среди провожающих Брижнев заметил высоченного Коннорса и в нарушение всего протокола пошел обниматься с актером. Видно, что он гордился знакомством и, скорее всего, гордился подарком. Позже фирма «Кольт» изготовила для генсека два эксклюзивных револьвера с заводскими номерами «ЛИП-1» и «ЛИП-2». Это инициалы Брежнева. Пистолеты больше напоминали произведения искусства с богатой гравировкой, отделкой позолотой и слоновой костью. Но на этой фотографии четко видно, что рукоять револьвера деревянная. Как у того самого «Кольта», который подарил Чак Коннорс. Но какой смысл генсеку, который был опытным охотником, таскать с собой холостой «Кольт»? Снимок был сделан, скорее всего, во время визита президента Югославии Иосипа Брос-Тита. Возможно, Брежнев хотел похвастаться подарком актера и поэтому взял на охоту охолощенный револьвер. Но это только предположение. «За выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности и совершенствовании вооруженных сил страны награждены почетным оружием с золотым изображением государственного герба СССР. Разрешите выполнить это приятное поручение и с большим депутатом вручения». На 70-летний юбилей Брежневу присвоили маршальское звание и подарили богато украшенную шашку. За кадром генсека ждал подарок и от тульских оружейников. Новый самозарядный карабин. Заказ на его изготовление сделал секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов, курировавший оборонную промышленность. Сначала разработку поручили ижевцам. Геннадий Никонов создавал карабин под названием «Изюбр». В Туле параллельно делали сразу две модели. Адольф Татаринов разрабатывал МЦ под будущим номером 125, а Виктор Денисов под номером 126. Оружие создавалось под новый охотничий патрон. Аналог американского калибра 308 вин. На тот момент «Изюбр» не прошел отборочные испытания. А на стол к Дмитрию Устинову легли два тульских карабина. Он поступил просто. Тот, который полегче, и подарил Брежневу. Это была модель конструкции Виктора Денисова. Интересно, что на предыдущий юбилей Брежневу тоже подарили карабин за авторством Виктора Николаевича. МЦ-18. Это была история гражданского оружия. Не забудьте подписаться на канал, оставить свой комментарий, поделись своим мнением. Подписывайся на мой инстаграм, потому что там гораздо удобнее общаться и решать твои проблемы. И давай вместе перезарядим отношения к людям с оружием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...